Сегодняшняя наша выставка, не зря она называется так, именно «История Сочи, застывшая в глине и в камне». То есть мы берём очень большой отрезок времени. С помощью экспонатов гостей познакомили с историей строительства самых разнообразных сооружений на территории курорта. Начиная от древних погребальных комплексов эпохи бронзы, дольменов и заканчивая объектами олимпийской инфраструктуры. Гости выставки уверены, такие события нужны всем – и взрослым, и подрастающему поколению. Очень большое значение работе именно Сочинского музея истории, как собирателя истории, как пропагандиста истории и патриотики, уделяет глава города Сочи Андрей Георгиевич Прошунин. И мы надеемся, что этот интерес будет расти, и наше сотрудничество с каждым днём будет крепче и крепче. История «В глине и в камне» рассказывает о том, как строился Сочи, кто его строил, какие люди, как он выглядел в разные годы, какие проекты были реализованы. Причём это было с древнейших времён вплоть до настоящего времени. Мы все свидетели преобразования нашего города. Это надо знать, каков он был, какой он стал, и, конечно, от нас зависит, какой он будет в будущем. Главным событием как для музея истории, так и для всех присутствующих стала передача раритетного рисунка неизвестного художника «Вид форта Головинского», датирована 1849 годом. На бумаге изображён форт Головинский, он же посёлок Головинка, в устье реки Шахе, у побережья Чёрного моря. «Я увидел случайно, что на аукционе представлен такой рисунок, и, соответственно, у меня появилось желание его приобрести и подарить городу Сочи. Когда было сделано заключение, причём сделано заключение профессором, руководителем экспертного совета, потом это экспертное заключение прошло достаточно большую, большую такую экспертизу, соответственно, в Третьяковской галерее, ну, конечно, мне стало очевидно, что этот рисунок должен однозначно храниться в музее истории города Сочи». По словам гостей экспозиции, подобные жесты говорят о любви городу Сочи. «Это настоящие патриоты города Сочи, потому что купить с аукциона картину о Сочи 1849 года и принести в дар музею – это дорогого стоит. Игорь Осич Кусынок, наш большой друг, член Сочинского делового клуба, я считаю, что сочинцы должны брать пример». Добавлю, выставку «История Сочи в глине и камне» могут посетить все желающие. Она продлится до конца 2024 года.